Глобальный сбой в антивирусном ПО остановил работу банков, аэропортов и СМИ по всему миру. Привет, с вами Вилса.com, и если банк и аэропорт обидно, то СМИ в принципе пофиг. Но, а это Вилса.про, и мы обсудим все самое интересное из мира гаджетов и технологий за прошедшую неделю, а именно кромешный стопроцентный брак Самсунга. Ну, эти ребята не подводят, это как обычно у них, выпускают какую-то вещь, и потом такие, ой, ай, чё-то горит, чё-то какие-то волосы в коробках люди находят, ну, нормальная история. А также, конечно, много всего другого интересного, поэтому не будем тянуть резину, как мы обычно это делаем, а сразу с места в карьер. Заварить чё-нибудь вкусненького, поесть, попить, поехали. Выходные в Москве ожидаются с дождями. Знаете, вот была жара, 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 и вдруг пошёл дождь, похолодание, знаете почему? Потому что я купил гидроцикл. Ну, вот это нормальная история. Ты только-только такой, я поллета ждал, копил ману, потом такой, пришло время, заказал, его привезли, и всё, хрен ты покатайся, потому что 18 градусов, и давай под дождём там, иди вообще куда-нибудь в лес. А гидроцикл, это, конечно, мечта детства, ребята. Я купил самый дешёвый из вообще доступных, чисто по приколу покататься в кайфе. Вот, обязательно вам расскажу, что такое, как это и вообще. Хотя, лично я считаю, что гидроцикл в Москве, это баловство. И было бы круто, если был бы сервис аренды. На самом деле, ничего подобного я не нашёл, и это печально, потому что те же квадроциклы, доступные по аренде, когда вам их привозят, вы катаетесь условно выходные, и их забирают. Офигенно, классно. То же самое со снегоходами и так далее. Есть, конечно, специальные там места, базы отдыха, где это всё практикуется, но прикольно, когда у тебя есть какая-то своя там, изученная уже годами на даче, тропа или какой-то лес, и ты хочешь именно туда съездить. Вот то же самое и с гидроциклом. Почему-то проката гидроциклов на выходные, например, не существует. Потому что нет ничего более бестолкового, чем всякие лодки, яхты, если ты этим не увлекаешься прям 24 на 7. Потому что если раскидать стоимость этого аппарата на те дни, что ты этим пользуешься, оказывается, что большую часть времени он просто стоит, и те 3-4 раза в лето, когда ты наконец-то в это всё вовлёкся, оно не стоит. Но это вот иррациональная покупка абсолютно, так что можете меня поздравить в комментариях или написать, что я совсем охренел, как обычно вы это делаете. А я это ценю, потому что вы не даёте мне, так сказать, расслабиться. Ну а мы с вами сегодня, как обычно, на кухне, и с нами, как обычно, наша любимая соведущая. Привет! Сегодня замечательный день. Есть как минимум две причины почему. Хочешь, расскажу? Давай! Во-первых, свежий выпуск нашей рубрики уже вот прямо перед вами. Можно усаживаться удобнее и смотреть. Это да! А во-вторых, сегодня ещё и пятница. Впереди два выходных, которые я рекомендую провести продуктивно. Продуктивно – это значит с кайфом, народ. Продолжается лето, так что несмотря на моё вот это вот эссе по поводу холодных выходных, продолжайте кайфовать от того, что у нас с вами вот лето. Ещё экватор ток-ток перешагнул, так что ещё дофига времени кайфануть, как положено. Ну а Алиса, как вы знаете, и Яндекс.Станция, в частности, обладают всякими интересными функциями, опциями. Так что я в очередной раз призываю вас в их телеграм-канал. Почитайте, что там нового классного умеет Алиса и что в ближайшем будущем, какие функции также появятся. Так что ссылочка в описании. Собственно, глобальный сбой. Тут важный нюанс. Вообще все СМИ, ну ладно, 99% сегодня бегали с новостью «Упала винда!» Майкрософт как будто бы виноватый. Я сижу такой «Ребята, вы просто профнепригодные, вы все должны свалить из профессии. Какая нахрен винда?» Упала ПО компании разработчика софта кибербезопасности «Краудстрайк», которое выкатили в пятницу обновление, оно некорректно встало на системы, в том числе на винде. И это, знаете, как если вы едете на машине, на Тойоте, на Мерседесе, у вас прокололо колесо и вы такие «Кребаная Тойота, Мерседес этот косорылый!» Это никак не связано, понимаете? Поэтому для меня это, знаете, триггер. Если я вижу такие сообщения в Телеграм-каналах или в СМИ, которые тоже пострадали от всего этого, то сразу «До свидания!». Ну, то есть, так нельзя вообще преподносить информацию. Потому что у нас любят, знаете, любые истории, тоже там «Эппл виновата!». Понятное дело, что это исключительно делается для кликбейта, для привлечения аудитории. Потому что у компании по производству софта для кибербезопасности «Краудстрайк» произошел сбой, и они, в смысле, некорректно выкатили обновление, и все рухнуло. Это не новость. А «Майкрософт» в очередной раз обосрались, и винда упала везде. Вот это новость, это народ почитает. А мы с вами живем в мерзком мире кликбейта, и абсолютно бесконечно вот эти какие-то крысиные бега в погоне за хайпом, в погоне за читателем, за зрителем. Честно говоря, это утомляет. И я считаю, что то, к чему это нас в итоге привело, вот то место в истории, в котором мы находимся, мы еще вспомним не раз. Потому что вот это все как будто бы, знаете, очень плохо. Вот я пытаюсь подобрать слова, чтобы как-то без мата сказать. Вот тяжело получается именно конкретно в этом, потому что это моя профдеформация. Это то, чем мы занимаемся с утра до ночи. Так вот, замечательная гифка, которая демонстрирует небо над USA, и смотрите, как оно выглядело до сбоя, и потом произошел краш, и самолетики перестали летать. Потому что информационное табло, всякий специальный софт и прочее-прочее, все рухнуло нахрен. Проблема масштабная и затронула сначала компании из Австралии. Ну, они начали работать раньше всех, поэтому отлетели. А дальше, собственно, и Америка, и Европа, и многие другие страны попали под раздачу. И ужасная абсолютно история, что на Аляске, например, перестала работать служба 911. То есть, легла и телефонная сеть в том числе, потому что, как вы знаете, сегодня все эти коммутации и прочие операции проводятся, в том числе, с помощью серверов и так далее. Значит, Краудстрайс сказал, ребята, мы все починили. Значит, там есть файлик один, его надо просто удалить. Вот просто заходите в режиме безопасности, удаляете файлик, и все работает ништяк. На что сисадмины и прочие люди, которые ответственны за работу своих систем, сказали, чуваки, у меня 70 тысяч машин. Может, вы нахуй пойдете с удалением файликов? Вот так они и сказали, это цитата. И это, конечно, фаталити. Я думаю, что компания Краудстрайк, которая, на самом деле, занимала 20% рынка на вот этом вот достаточно конкурентном столе безопасности обеденном, я думаю, что если она и не перестанет существовать, то очень сильно пострадает, потому что забавно, когда компания, производящая ПО от внешних угроз, по сути, сама и крашнула все нахрен получше всякого этого самого вируса. Вот такая история. А если, кстати, системы и диски зашифрованы, то хрен вы зайдете в сейф-моде и удалить файлик тоже тяжело. Поэтому все будет очень и очень небыстро восстанавливаться. Вот прямо сейчас, в пятницу, 19 июля, еще не весь мир восстановился. Задерживаются вылеты. Но в основном вот пострадали такие вещи. Я сам, конечно же, не хожу во вкусные точки, но мне друг прислал фотографии, где поломалось табло выдачи заказов. Я считаю, что это вот самое страшное. Хрен с ним самолет не летает. Что там угроза безопасности? Бургер нельзя получить в электронной очереди. Вот это проблема. На самом деле, я хотел вам, знаете, о какой истории поведать? Есть такая компания, которая называется Positive Technologies. Мы как раз участвовали в их всевозможных мероприятиях. И мне тогда гендиры, ребята из компании, говорили, Валя, покупай акции на Pre-IPO и будешь жить в счастье. А Валя, конечно же, жалом поводил и сказал, ага, сам ни хрена не сделал. Потом-то я акции купил, но было уже поздно, потому что все сливки максимальные сняты. Хотя Positive Technologies до сих пор неплохо себя чувствует. И на самом деле, компании, которые обеспечивают безопасность именно B2B-решения, это очень крутая тема сегодня, потому что, как вы знаете, опасность, она на самом деле именно в этом моменте. Что одна строчка кода, одна запятая, одна какая-то там переменная может заруинить все нахрен. Отключаются мониторы, отключаются. Ладно, полегли там табло информационное. Ладно, еще что-то. А представляете, какое огромное количество инфраструктуры современной управляется с помощью вот таких вот решений. На базе винды, на базе не винды, но в любом случае, так или иначе, все это можно, скорее всего, взломать. Поэтому это страшно, шу-пипец. Техногенные катастрофы, которые возможны при участии хакеров или просто недоброжелателей, они, ну вот, все чаще и чаще, на мой взгляд, будут появляться. Как история со СДЭКом, да, собственно, это, кто не знает, сервис отправки получения посылок. Упал у них также сервер, упал сайт, не принимались посылки, ну, на неделю все легло, да. То есть, это все очень сильно повлияло на обыденную жизнь. А это лишь одно маленькое звено, один маленький винтик в общей системе. Представляете, произойдет более масштабный сбой. На самом деле, это очень и очень страшно, и об этом, на мой взгляд, очень мало говорят. Хотя в профессиональном сообществе, конечно, это постоянно обсуждается. И, как и в любых сферах, есть противодействие, да, хороших ребят, и не очень хороших, и хорошие побеждают, и это хорошо. Но, блин, если так начать об этом думать, то всевозможные фильмы голливудские, которые так скользко на эту тему запрыгивают периодически, они покажутся просто детской фантазией на фоне того, что может по-настоящему произойти. Но из последнего, что я смотрел, прикольное, вот, чтобы вы так кайфанули вместе со мной, вы точно видели этот фрагмент в каком-нибудь ТикТоке-шорте, где танкер плывет на пляж, и люди такие, а в смысле, он что, не останавливается? Оказывается, что он хреначит прям по прямой. А там еще играет Джулия Робертс, я ее не очень люблю, но тут она сыграла в целом такую прям характерную роль. «Оставь мир позади». Там на Америку нападает Китай, хотя это спойлер, да? Ну, короче, он на самом деле скучный достаточно, поэтому можете его нафиг и не смотреть, но там идея вот именно про это, как можно таким образом вообще порушить все. Не надо какое-то применять там средневековое оружие, чтобы обратить цивилизацию в хаос. Это интересная мысль, и я надеюсь, что мы к ней будем прибегать редко, и говорить об этом, в общем-то, тоже достаточно так стрёмно, потому что я вот ловлю себя на мысли, что вот не дай бог чё. Поэтому надеюсь, что все восстановит, конечно, все восстановит, но обидно еще, знаете, когда вот ты сидишь, планируешь какой-нибудь там отпуск, такой эгэгэ, я поехал, все, люди в аэропорту, и тут все гаснет нахрен, и ты никуда не летишь, ни сегодня, ни завтра, и ты даже не можешь получить информацию о том, что вообще происходит, потому что люди, которые ответственны за эти процессы, они тоже ничего не понимают. Вот это, конечно, пугает, и не хотелось бы в такой ситуации, так сказать, оказываться. Поэтому всем сил держаться, но я думаю, что в ближайшем будущем все, конечно же, изменится. Samsung. Давайте поговорим об этих корейских ребятах. Собственно, я перешел в очередной раз на Galaxy Z Fold 6, дал ему, так сказать, в очередной раз возможность удивить меня. У нас есть первый взгляд, мобила получилась сильно лучше прошлых поколений, но все равно, конечно, фантастический п***ц с точки зрения эволюции устройства. Понимаете, какая штука? Как Galaxy Z Fold 6, это хорошее устройство, на мой взгляд, небольшие, недостаточные изменения, но это устройство и не продается, и не позиционируется каждый год, как прям must-have. Это для тех, кто все-таки вовлекается, и если у тебя был там Fold какого-нибудь 2022 года, через поколение ты можешь обновляться, через два, кайфово. Это не то устройство, которое ты будешь обновлять каждый год. Но вот в чем проблема. Компания, которая, по сути, первой залетела на этот рынок и сделала Fold и Flip, оказывается в догоняющих, потому что вот прямо сейчас Xiaomi показала свой очередной, конечно же, Mix Fold 4, и там охрененные камеры, коллаборация с лейкой, все очень жирно, здесь все очень кисло. Они там с помпой говорили, что 50 мегапикселей добавили, все такие, вот это, конечно, камера. Honor Magic V3 тоньше, легче, батарея больше, камеры лучше, также искусственный интеллект, во всем, блин, наряднее, по-моему, стоит даже дешевле, да, и Honor это история про Google сервис и вот это все. Так что у Fold огромное количество конкурентов. Что касается Flip, тут еще веселее. Xiaomi показала свой первый Flip, и называется он так достаточно лаконично, Mix Flip. И это устройство, которое еще похоже на последний Razer от Motorola. Там прикол в чем? Как у Motorola Razer, на внешней панели экран на всю площадь, и это замечательно, потому что, опять же, у Flip с этим проблемы как будто бы, вы скажете, это дизайнерское решение, я скажу, что Samsung пофиг. Два года подряд выпускать один и тот же дизайн внешнего экрана, как будто бы такое себе. Расслабились, ребята. И вы скажете, опять же, знаете, всегда получаю возражение, типа, а Apple что? А Apple что? Ребята, Apple ничего. Apple это лидер рынка. Apple это компания, которая вообще в другой лиге находится. Понимаете, Apple конкурирует со всеми. У Apple нету конкурентов внутри собственной среды. Samsung конкурирует со всем миром производителей Android девайсов. И я уверен, что ситуация не очень хорошая. Возможно, их показатели крутые, и хорошо, если так. Я думаю, что с таким подходом ребята просто утратят, так сказать, конкурентное преимущество и будут очень потом долго отыгрывать свои позиции. Ну и, собственно, очевидно, что Китай, Samsung вообще никак не может там закрепиться, как-то полноценно себя проявить, и это очень плохо. При том, что китайцы как раз во внешний мир идут достаточно уверенно, а Samsung в Китае вообще никак не может, да он там и не нужен. Зачем китайцу какой-то нахрен Samsung, если у него там вообще россыпь просто брендов. Все с китайскими приколами. Вы должны понимать, что там еще же, как вот на американском рынке, iPhone крутой, потому что он поддерживает кучу местных сервисов и всякие штуки. Хочешь к спутнику подключить, хочешь подборку новостей читай. Также и какой-нибудь OnePlus или Oppo, или вот это все в Китае, это не то самое, что вы покупаете здесь. Это огромное количество всяких предустановленных сервисов и прочих радостей. Поэтому это все разные такие, знаете, приколы очень. Но мне кажется, что Samsung вот в этом поколении, очевидно, прям чувствует себя не очень хорошо. И сразу новость, понимаете. Dear customers, Samsung. Мы, говорит, останавливаем продажи Galaxy Buds 3 Pro из-за проблем с качеством. Говорят о стопроцентном браке. А это говорит о том, что практически все устройства, которые были собраны на заводе, оказались с какими-то дефектами. Силиконовые амбушюры рвутся при снятии. Фультляр и сами наушники неровно покрашены. Корпус наушников собран с зазорами, а кейс разболтан и люфтит. Наушники шумят, а при включении шумодавы еще и свистят. Диоды светят неравномерно. Выбирай, какой ты сегодня косяк. Это обидно, потому что наушники-то получились классные. И опять же странно, что компания такого уровня, как Samsung, не смогла этот вопрос победить. Но мы не будем здесь злорадствовать. Мы не будем здесь пытаться, как сказать, что это прям ой-ой-ой-ой. Все на самом деле не без греха. И такие вещи случаются. В мире, где ты находишься в постоянном, так сказать, вынужденном союзе с другими производителями, поставщиками и так далее. Ну, такое может случиться. Понимаете? Ни одна компания сегодня в мире не может своими силами собрать не то что смартфон, даже гребаные наушники. Потому что резиночки отсюда, это оттуда, это отсюда и так далее. Но здесь какой-то ультимейт вообще коллапс. Потому что на всех фронтах. Ладно бы амбушюры рвались, они сказали, поставщики амбушюр, вот этих резиночек, они, короче, ну, закосячили. А тут все плохо. Корпуса, сами наушники, резинки и так далее, и так далее. Это, конечно, фаталити. Так что, если кто-то хотел обновиться на новые наушники, подождите. Мы их обязательно добудем, потестируем. Когда они, наконец-то, выйдут во второй раз. И все произойдет. Но, если вы помните, тот же Galaxy Z Fold первого поколения с защитной пленкой, которая оказалась неснимаемой, но очень ее хотелось оторвать. Тоже отложили к выпуску именно из-за того, что оказалось супер неочевидно. И все блогеры бестолковые такие, так, это, короче, мы снимаем. И просто в половину экрана такие, хлобысь и нет экрана. И это, конечно, забавно. Так что мы с вами сегодня находимся в удивительном состоянии, когда даже Samsung, казалось бы, вы, компания, которая просто такие странные вещи делала. Так прикольно летела вперед, зачем-то тормозит, зачем-то уступает китайцам. И от этого становится... Лично мне грустно, понимаете? Мне печально от того, что Samsung сейчас находится в такой странной позиции. Потому что всю жизнь было три столпа. Это Apple, Samsung и все остальные. А сегодня Samsung попадает вот в эту третью категорию и остается Apple и все остальные. И от этого нам, с вами, как потребителям, очень-очень печально и грустно. И я лично считаю, что это такое себе. Но есть и хорошие новости, ребята. Павел Дуров услышал тут меня. Я к нему обращался с открытым письмом в нашем Телеграм-канале. Он говорит, Валя, не кипишуй. В чем была моя претензия? Неконтролируемые рекламные объявления в конце ленты Телеграм-канала. Прикол в чем? Если у тебя премиум, ты эту рекламу не видишь. Если у тебя нет премиума, то ты ее наблюдаешь. Почему она абсолютно какая-то стрёмная, дефолтная и так далее. А я, как автор и владелец канала, никак на нее повлиять не могу. Ее можно убрать на 50 уровне. Вы знаете, что в Телеграм есть такая приколюха с голосами. Так вот, там какие-то страшные вообще цифры этих голосов нужны от премиум-пользователей. В общем, я так думаю, что нет ни одного канала 50 уровня. Потому что чем больше подписчиков, тем больше этих самых голосов тебе надо. И вот только тогда ты можешь эту рекламу выключить. До последнего момента проблема была в чем? Россия и еще некоторые страны не попадали в счастливую обойму стран, где работала монетизация. То есть, прикиньте история. Реклама показывалась в моем Телеграм-канале, на который я никак не могу повлиять. А тогда залетал и гусин Гасанов с рекламой каких-то мудовых конкурсов и прочие уроды, которые просто скамили нашу аудиторию. Сейчас у меня жопа горела так сильно, что было видно в Новиграде. И я вам хочу сказать, что от того, что я с этого еще и не зарабатывал, я страдал вдвойне. Но на самом деле была бы моя воля, не 50 уровень канала, я бы вот такую рекламу выключил. У нас есть реклама в Телеграм-канале. Но мы специально задачимся вопросом, чтобы она была релевантная, интересная, без фигни и так далее, и так далее. За эту рекламу мы не отвечаем, и это плохо. Но теперь включили монетизацию для России. Мы хотя бы с этого можем получать какие-то там виртуальные тоны, которые потом переводить хрен пойми во что. Посмотрим, будет ли это работать, пока до конца непонятно. Но, так сказать, шаг сделан. За это спасибо ребятам. Ну и сегодняшний вот такой вот мой марафон спичи я завершу тем фактом, что начинается Кубок Фиферов. Ребята, наконец-то девятый предюбилейный. Я снова участвую. Если вы подписчик нашего Телеграм-канала, то когда, собственно, когда это было-то в том году, по-моему, еще, или в начале этого, в январе, когда они раздали мести там всем, короче, компания Electronic Arts, как обычно, облажалась, ничего не стала делать. Я на них обиделся, сказал, что EFC 24 это донатная помойка и играть в это себя не уважать. И я не поменял свое мнение. Но пропускать Кубок Фиферов грешновато. Поэтому я залетаю. Мне рандомом жеребьевкой выпала сборная Германии, которая недавно принимала Евро, что символично. Так что я вас жду, так сказать, на наших матчах. Как минимум четыре я сыграю, потому что после четырех побед ты идешь в следующий раунд. Если проигрываешь, то, к сожалению, вылетаешь из Кубка. Так что есть, так сказать, тяга. Спасибо, что болеете заочно. С вас лайк, если вы будете смотреть Кубок Фиферов. Пожалуйста, вовлекайтесь. Ну, а это был Вилса Про. Как обычно, хороших выходных. Надолго не прощаюсь. На следующей неделе увидимся. Пока.